добрый день уважаемые коллеги я вас всех приветствую в этот замечательный вечер четверга 8 часов напишите пожалуйста как меня слышно все ли у нас порядке со звуком мы с вами встретились на такой очень важный вебинар и я очень благодарна всем что вы подключились в столь позднее время но честно говорю выбирали время наверное удобное все-таки для большинства потому что многие из вас в активной деятельности находится в течение дня до нам было важно очень важно собрать максимально большую аудиторию для того чтобы донести до вас все новости которые у нас вот таким огромным таким бриллиантовым взрывом да вот как мы сейчас ролики сами наблюдали буквально вот осыпали мы вас такими шикарными замечательными новостями но так как этого недостаточно да просто осыпать важно разобраться в разно важно понять важно ответить на все вопросы ну и кроме этого наверное донести все в полной мере потому что сообщение в чатах это очень такое однобокое скажем так оповещение нужно все это донести так как она есть на самом деле потому что новостей у нас очень много информации у нас очень много та которая пока еще нигде не опубликована пока еще она вот только-только по всей нашей большой стороне фоберлик транслируется через вот такие вот вебинары на территориях в регионах поэтому очень рада что сейчас у нас уже 167 подключений поэтому можете смело писать всем своим консультантам лидерам директорам чтобы подключались к эфиру и прослушали от первоисточника все то что у нас вот сейчас происходит этот вебинар у нас приурочен к стратегической сессии которая прошла буквально несколько дней назад в течение пяти дней мы встречались таким топовым составом фоберлик всех стран да потому что это была встреча не только россии это была международная встреча где у нас присутствовала элитная команда российская лига лига региональная и вот таким большим составом нам нас было около 200 человек мы впервые до слушали те новости на которых дальше мы вам расскажем до создавали проекты о которых мы тоже вам расскажем потому что на этой стратегической сессии мы не просто говорили и там предлагали какие-то идеи разработки да а мы смогли сформулировать целый большой очень серьезный проект который у нас запускается уже буквально с 1 апреля который будет нести очень глубокую мысль очень глубокие инструменты которые нацелены на очень серьезный рост ваших структурах и все это как вы понимаете наверное приурочено к той самой акции которая у нас также действует акция с 1000 рублей для новичков потому что сейчас мы рассматриваем ее как нечто глобальное которое необходимо внедрять усовершенствовать в плане именно схематик работы и доносить до абсолютно каждого члена нашей большой семьи фоберлик да поэтому сегодня на этом вебинаре у нас присутствуют абсолютно все консультанты лидеры владельцы пунктов выдачи директора драгоценный состав да эта информация которая важна абсолютно до каждого консультанта который у нас есть в нашем большом центральном регионе сегодня этот вебинар будут будут проводить не я да буду проводить наши коллеги наши ключевые лидеры которые тоже участвовали вот и в стратегической сессии да кто-то участвовал кто-то просто знает все эти нюансы новости и так далее для того чтобы наверное правильно от лица лидеров топовых лидеров региона они могли донести эту информацию до всех нас потому что важно не только новость согласитесь со мной важно еще как эту новость мы потом применяем в жизни как мы с ней работаем и каким образом мы запускаем эту новость уже для роста в своих структурах поэтому а вот эта команда которая сегодня вам донесет всю эту информацию это золотой директор и представитель региональной лиги раиса моисеева это представитель территориальной лиги рязанской области александра буробина старший директор и представитель территориальной лиги владимирской области старший директор светлана Вот с таким вот замечательным, красивым, очень ярким составом мы сегодня проведем наши, ну, ориентировочно где-то час, может быть, чат с небольшим. В конце вебинара я обязательно подключусь для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Поэтому вы, пожалуйста, смело их формулируйте и пишите. Только пишите не в чат, а пишите, пожалуйста, во вкладку «Вопросы», для того, чтобы все-все нюансы мы могли с вами обсудить, и вы понимали все то, что вот нам предстоит в ближайшее время. Ну, и я не буду тянуть время, да, поэтому я передаю слово первому спикеру, который вам расскажет про очень-очень-очень яркие новости, и далеко не только те, про которые вы знаете уже. Это потрясающая милая дама, это очень сильные, серьезные лидеры, аналитик. Так, Светлана Чулкова, я вас приглашаю и передаю вам микрофон. Светлана. Всем добрый вечер. Давайте проверим с вами обратную связь. Слышно ли меня? И если... Ага, все, отлично, вижу плюсики. Ну, тогда я безумно рада, что сегодня имею возможность вам представить, наверное, самые вкусные новости последнего времени. И давайте начинать. Первая новость – это то, что компания Фаберлик меняет свой логотип. Посмотрите, пожалуйста, на эти буквы, посмотрите на то, как изменился логотип нашей компании. Да, действительно, он будет у нас именно таким. Все буквы теперь в логотипе Фаберлик будут заглавными. И это не просто шрифт. Этот шрифт разработан на заказ, и очень долго шли выверки, как сделать этот шрифт наиболее максимально лаконичным. Если в него всмотреться, то чувствуется такая уверенность, симметричность, целеполагание, мощность. Это все то, что на сегодняшний момент несет нам компания Фаберлик. У нас будет три основных корпоративных цвета. Черный, малиновый и белый. И с этими цветами мы, соответственно, переходим в новую эпоху Фаберлик. Почему именно этот шрифт, почему так? Если мы посмотрим на, скажем так, на мощнейшие компании в мире, в мире моды, в мире красоты, то мы видим, как изменились их логотипы. И вот и в Сен-Лоран совсем другой стал, в Вербере. И, кроме того, такие гиганты на цифровых площадках тоже изменили свой образ. И таким образом показывают всему миру, что действительно мы взяли такой курс на тренд на минимализм. И компания Фаберлик, конечно же, не остается в стороне. Мы растем, мы взрослеем и мы меняемся. Вот так вот, уже в седьмом каталоге новый логотип нас ожидает. Красиво, правда? И совсем какое-то другое ощущение на самом деле взрослости. В седьмом каталоге и восьмом каталоге уже будут такие вот обложки наших новых весенних каталогов. Упаковка продукта также будет меняться, вернее, логотип на упаковках. Видно новая коллекция, да, у нас насколько красиво смотрятся эти буквы. И со временем, да, где-то начиная с седьмого каталога официальный старт нового логотипа, и на всей продукции тоже будет идти замена. Так что наша мощь, уверенность и сила будет видна на всех продуктах и, конечно, на аксессуарах в том числе. На сайте мы тоже увидим обновления, и если мы посмотрим на мобильное приложение, вы тоже можете заметить, что раньше у нас была символика FL. Да, вижу обратную связь, действительно, красиво, статно, так, серьезно мы будем, еще серьезнее будем выглядеть. И символики FL у нас не будет. И теперь вы видите, да, что мобильное приложение Федерлиф будет выглядеть вот таким образом, полным словом, полностью такой серьезно заявляем о себе в три строки. Итак, дальше, что касается держателя агентских пунктов, тоже, конечно, нам предложено новый бренд, создаются новый бренд-бук, и информация, и все, что нужно для оформления агентских пунктов, естественно, будет пополняться, но не вот прямо сейчас, да, в ближайшем, ну, где-то к восьмому каталогу уже будет информация о бренд-буке, и если вы планируете открывать новые агентские пункты или проводить обновление, то вот как раз чуть-чуть дождитесь, чтобы вы могли уже с новым логотипом, скажем так, украсить свои офисы. Компания рекомендует использовать новую символику, но каких-то обязательств, конечно, перед нами не ставят. Да, действительно, новость, новость была озвучена на 20-летие компании, все правильно, Елена, да, на ассамблее, и вот сейчас мы получили вот этот результат. Но, действительно, процесс очень сложный, очень долгий, и нам, обычным людям, вот, наверное, не так понятно, как все это работает, но это действительно выверено все. То есть, начиная от размера шрифта, заканчивая расстоянием между буквами, то есть это действительно огромная-огромная мощная работа. Так, смотрите, у нас будет еще два корпоративных цвета, и они будут отражены в аксессуарах. Вот у нас, посмотрите, какие будут стильные ежедневники, ручки. Я так вижу, что это фиолетовые и бирюзовые оттенки, и вот основной малиновый, очень красивый цвет. Так что, и обратите внимание, что презентация, вот даже уже сегодняшняя презентация, тоже сделана в новых корпоративных цветах. Все очень элегантно, очень выдержанно, очень так серьезно, очень мощно. И это, конечно, безумно-безумно приятно. Мне нравится. Как вам? Так, ну, вот первая тема, которая у нас была о том, что действительно компания мощная, серьезная, и что мы растем и развиваемся. И вот вторая новость, которая, честно говоря, многих, наверное, порадовала. У нас изменения в программе, в программе кэшбэк. Наверняка эта новость уже известна всем. Интересно, есть в чате, кто не знает, что у нас изменения в программе кэшбэк? Поставьте, напишите, кто не знает, что у нас изменения. Но, скорее всего, все знают. Итак, программа кэшбэк, на которой мы работали, по-моему, более полугода. Чем она хороша? Это современная коммуникация. На сегодняшний момент вот этот тренд кэшбэк, он практически из всех источников звучит, и люди его прекрасно понимают, и он прекрасно заходит во многих компаниях. У нас кэшбэк вызвал очень хорошее повышение повторной активности. Люди, которые видели деньги на своем счету, они, конечно, хотели сделать повторные закупки. Самое главное, какую роль сыграл у нас кэшбэк на сегодняшний момент, благодаря именно этой программе лояльности, родилась акция «1000 рублей новичку». И дальше будут мои коллеги говорить о том, что эта акция, да, она у нас будет, она продлена. Так вот, эта акция, она сыграла огромную, наверное, роль. Кто почувствовал прилив сил, когда объявили эту акцию? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Это действительно шикарная программа, и только благодаря даже ей, да, наш кэшбэк, он очень классно, да, сработал. Отлично. У всех прилив сил, а самое главное, в структурах, да, какой мощный прирост пошел в структурах на эту акцию «1000 рублей новичку». Но возникли такие небольшие сложности, определенные с этой программой. Надо учитывать, что мы с вами работаем в MLM-компании, и мы не только ориентированы на клиентов. И на момент, да, работы кэшбэка выяснилось, что для новичка это предложение казалось менее выгодным. На тот момент, когда у нас не было тысячи, по сути, новые консультанты, клиенты, консультанты покупали по цене каталога, да, им это было не так выгодно, как хотелось бы. Более того, у нас есть партнеры, лидеры, есть люди, которые продают и которым нужен мгновенный заработок. И при программе лояльности кэшбэк также отсутствует такая возможность. По факту это было завышение, это на данный момент пока еще есть, но такое завышение цен, когда консультант, если пропускает свой очередной заказ, то он падает до 15%, а это, конечно, никого не радует. И в результате, по итогам всех этих результатов, видно, что прошло снижение средней закупки. А нас, конечно, это не радует. И у компании встал вопрос, естественно, решать, модернизировать программу кэшбэк или все-таки вернуть уже известную, понятную всем скидку. И, о да, нам возвращают скидку. С седьмого периода, то есть сейчас у нас идет пятый, шестой, мы работаем по системе кэшбэк, по системе лояльности, возврата денег на счет. А с седьмого периода начинает действовать скидка 20 и 26%. Вот эта новость, которую, наверное, ждали мы очень-очень долго. Слаба богу. Да, действительно, действительно, мы любим видеть и понимать, где наши деньги и наши клиенты могут сразу же видеть собственную выгоду. И это, конечно, нас очень сильно, очень сильно, да, обрадовало. Итак, смотрите, седьмой период, правило перехода остается 20% и 26%. Все те, у кого по результатам шестого периода будет 26%, соответственно, эти люди седьмой период переходят со скидкой 26%. У всех остальных 20%. Что касается кэшбэка, который у всех, да, естественно, начислен, вот это важно сейчас, кэшбэк сохраняется, да, и списывается при таких же условиях, как и обычно, при заказе от 1000 рублей. То есть ни копеечки мы не теряем. Все, что есть в ваших личных кабинетах, все нам, наши клиенты и консультанты все получают. Дальше, в восьмом периоде идет начисление, начисление скидки, как у нас было до программы кэшбэк. Те, кто делают 50 баллов, например, в седьмом периоде, то они получают, соответственно, 26%. Те, кто не делают 50 баллов, у них 20%. Остается система, то есть каталог 50 баллов делаем, дальше, соответственно, да, получаем максимальную скидку 26%. То есть, как было в кэшбэк по 1000 рублей, накопления, да, вот этого у нас уже не будет, но зато, зато у нас есть наша мгновенная скидка. Еще одна замечательная новость, я сегодня такой вестник хороших новостей для вас, агентского вознаграждения, все держатели агентских пунктов, для вас потрясающая новость, с мая по сентябрь, на летний период, нам добавляется 1% к агентству вознаграждения. И, соответственно, этот период, да, летний, мы можем максимально-максимально комфортно работать и, в общем, понятно, что это прекраснейшая новость и что тут про нее долго говорить. Еще одна хорошая новость по всей России на сегодняшний момент нет звука. Так, нет звука, у всех нет звука или только у Оксаны нет звука? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Все, звук есть, значит, нужно просто перезагрузиться. Итак, в сети МТС беспроцентная оплата, беспроцентная оплата наших заказов. Можно оплачивать прямо через операторов, что тоже будет очень-очень удобно. Итак, еще одна новость, которая в свое время немножечко напугала, да, у нас был заморожен Фаберлик-клуб. И теперь официально, да, вот как Наталья сказала, Наталья сказала, что увидеть в чате это одна информация, а вот услышать официально, да, это уже совсем-совсем другая информация. Так вот, Фаберлик-клуб у нас возвращается. Все те баллы, которые были в четвертом периоде заработаны, они уже начислены и даже уже можно ими воспользоваться. На стратегической сессии был, обсуждался вопрос о том, чтобы сделать эту программу более стабильной в плане содержания продуктов, да, то есть, чтобы они дольше держались в линейке вот этого ассортимента, да, потому что те, кто копят, тут точно знали, что они накопят на тот или иной продукт. Рассматривается, опять же, вопрос и о наполнении ассортимента, что, опять же, я думаю, конечно, нас обязательно порадует. Вот, поэтому ура, 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 Фаберлик-клуб возвращается. Ну и еще одна новость. Напишите, пожалуйста, в чат, кто смотрел Фаберлик-кутюр, кто смотрел показ с недели моды в Москве. Поставьте плюсики те, кто смотрел, и минусы те, кто не смотрел. Поставьте, пожалуйста. А я вам пока кое-что покажу. Угу, смотрели. Ага, есть кто не смотрели у нас. Давайте мы минуточку, прям секундочку погрузимся. Есть кто не смотрел, все-таки вижу, да, прям так, не половина на половину, но есть кто не видел. Итак, вы знаете, наверное, самое важное, что происходит в нашей жизни, это то, что мы растем, развиваемся и стремимся завоевывать, наверное, наивысшие места и баллы, так называемые. Так вот, на главном подиуме московской недели моды прошел показ коллекции Фаберлик-кутюр, сезон осень-зима 2019 года. Ну, это вообще фурор, в принципе, да, в принципе, то, что мы оказались на этом событии, да, как к этому шли. И потрясающий ролик есть на сайте Фаберлик-ТВ, где все 60 моделей, представлено 60 моделей подиумных, которые были разработаны в индивидуальном абсолютно эксклюзивном стиле. У Андрея Бурматикова есть такая фишка, такой нательный комбинезон, обязательно посмотрите. Сейчас я вам кину ссылочку и на эту презентацию «Неделю моды в Москве» и презентацию выступления Андрея Бурматикова, в общем-то, вдохновителя и автора этой программы. Вот вторая ссылочка, это будет на выступление Андрея Бурматикова. Буквально несколько тезисов из его выступления. Вообще в мире, представляете, всего лишь 30 модных домов, которые презентуют свою коллекцию от кутюр. 30, коллеги, мы входим в число этих 30. Вы представляете, какая это мощь? Насколько высоко мы забрались. К слову сказать, что в мире моды высший кутюр уже не существует. Это максимальная планка. И вот коллекция Faberlic Couture – это тот маркер, на который вообще стремится вся наша компания. И вот просто осознайте, обязательно посмотрите ролики, вложите эти 40 минут на эти два ролика и просто почувствуйте, где мы, с кем мы и куда мы идем. И в каком бизнесе мы с вами на сегодняшний момент развиваемся. Наши модели ходили по той же сцене, что уходят топовые стилисты. И мы реализовали себя как косметическая марка. Мы стали одной из самых мощных косметических марок. Наша история моды началась с fast fashion. Это быстрая мода, когда в каждом сезоне у нас с вами есть новая коллекция. У нас с вами есть капсулы. И вот это все, оно, конечно, безумно интересно. И мода от кутюр, которая представлена была 22 марта, она действительно… То есть это непревзойденный абсолютно результат, который случился. И в коллекции, в коллекции, которая нас ожидает осенью. Так, это запись, я вам скинула на нее. Так. И осенью нас ожидает премиальная линейка Faberlic Premier, Faberlic Premium. Да, вот тут разные разошлись информации. Так вот, в этой линейке будут детали из коллекции от кутюр. То есть что-то в цветовой гамме, в рисунках. В общем, нас ожидает очередное, очередное интереснейшее событие осенью и зимой в плане моды. Итак, если вопросов нет, спрашивай про запись вебинара, ну, наверное, будет. Наталье нужно будет спросить. Я передаю свое слово представителю территориальной лиги Буробиной Александре, старшей дирекции из Рязани. И она с вами поделится очень важной информацией о том, какие проекты нас ожидают. Опять нет звука. Пишут. Александр, я передаю вам слово. Всем доброго вечера. Как меня слышно? Поставьте от 1 до 10, пожалуйста. Светлана с нами поделилась приятными, шикарными новостями. Все мы рады этим новостям. Вот. Передо мной стоит задача не менее ответственная, потому что состоялась проектная сессия буквально в эти выходные. А проектная сессия это не только новости, да, которые нам сообщила Светлана, но еще и новые проекты. Проектная сессия это место, где собираются лидеры, руководство компании для того, чтобы совместно посмотреть, что же нужно нам, консультантам и лидерам компании, для того, чтобы лучше развивать наш бизнес, чтобы был и он интересен, да. Какие предложение, какие нам нужны, какие нам нужны вещи в помощь, да, для работы. Вот. И было очень-очень много разработанных проектов. Я сегодня коснусь некоторых из них. Ну, так, шипит звук. Сильно шипит, потому что сейчас лучше. Но прежде чем рассказать вам, какие же проекты разрабатывались на новой стратегической сессии, я хочу затронуть некоторые моменты, которые были реализованы после прошлой сессии, которая состоялась в 2018 году. Да, вот, реализована с пятого каталога 2018 года по третий каталог 2019 года. Во-первых, это выпущены новые продуктовые ролики от компании. Наши помощники для того, чтобы отправлять в наши группы, да, рассказывать о новинках. Вот недавно прям вышел ролик в Эри Берри, да, о новой шикарной коллекции декоративной. Кстати, все видели новые наши ролики и все ли подписаны на канал Фаберлик ТВ? Там выходит очень много роликов, а также там периодически проходят... Так, у всех нет звука? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, для тех, кто не видел эти ролики, обязательно зайдите на канал и посмотрите. Они в новые стильные ролики, да, прям приятно смотреть их. Далее, что еще реализованы? Реализованы шикарные ролики в поддержку первого шага. Да, все мы прекрасно знаем, что в этом каталоге у нас есть только тысяча в подарок, но уже в следующем, шестом каталоге у нас новый первый шаг, да, тысяча рублей в подарок и плюс порошок, если человек делает заказ на 2,5 тысячи рублей. Конечно же, это очень приятно и будут также продолжаться выпускаться эти ролики в поддержку первого шага. Это очень хорошая помощь нам для работы. Что же было еще реализовано по итогам прошлой сессии? Где можно подписаться? Вам Светлана скинул ссылочку на видео Кутюр, да, как проходил наш показ. Как раз он загружен на Фаберлик ТВ. Там можете прям сразу нажать кнопочку подписаться. Также у нас реализованы продуктовые и бизнес-лендинги. Да, вот как раз и в поддержку первого шага это тоже все было. Поэтому это все было реализовано благодаря стратегической сессии, которая проходила в прошлом году. А также реализован супер проект, это продуктовые гиды. Согласитесь, ассортимент компании Фаберлик, ну, неимоверно большой и потеряться в нем, тем более новичку, достаточно просто. Поэтому были созданы гиды по продукции. Также сейчас выпущены уже по Флорисиме гид по подбору одежды. Они очень облегчают нам работу, а также есть классный гид по парфюмерии, да, потому что парфюмерии у нас становится все больше и больше. И разобраться в них, в ней, в парфюмерии как раз поможет гид, где вы сможете подобрать свой индивидуальный аромат. Скажите, пожалуйста, все пользуются этими гидами или, может быть, кто-то и не знает, что у нас есть такие гиды? Их можно найти на сайте. Дальше. Что еще реализовано от компании? Появился каталог у нас в общих каталогах на сайте. Ассортимент, не вошедший в печатную версию. Да, если вы зайдете полистать каталог онлайн, вы увидите именно такой красивый каталог с помадами. И это все реализовано благодаря, теперь знаем, замечательно, видели, пользуются, очень удобно. Действительно, очень удобные гиды. Далее, что еще было реализовано? Контент для эффективной работы. Фотобанк. Для тех, кто не слышал про это или не знает, забивайте в поисковике фотобанк, фоберлик, и вам там будут предложены красивые картинки для работы. Там и первый шаг представлен, и разные картинки с ассортиментом продукции. И самое главное, очень важная ваша задача, как лидеров, и как клиентов, как консультантов, писать в обратную связь, что вам еще нужно добавить в этот фотобанк. Обязательно, обязательно пишите в обратную связь, потому что обратная связь, она не только для того, чтобы жаловаться, да, она как раз и для конструктива, который вы можете предложить. И поэтому прям просьба писать, какие еще фотографии нужны, какое направление, для чего, и благодаря вам. Так, у меня пролистнулся один слайд, вот даже не один. Вот контент для эффективной работы. Также я очень люблю пользоваться статьями из группы Фоберлик, да, там много полезного контента идет. Вот, и вам не знали про Фоберлик Банк. Теперь знаете, замечательно, вот то, что присутствовали нам, присутствуют на нашей новостях, организованы такие онлайн мероприятия, как продуктовый марафон Фоберлик. Все помнят, как он проходил мощно. Сейчас есть звук? Поставьте плюсики. Продуктовый марафон, все помнят, он мощно так вошел, и было много-много полезной информации. Проходили розыгрыши. Я, кстати, стала одним из победителей этого продуктового марафона. Получила крем VIP от Фоберлик. Было очень приятно. Также сейчас уже у нас реализовано, так, те, у кого нет звука, F5 нажмите. Реализовано цифровое обучение, уже два прошло обучения. Дальше у нас были встречи с руководством компании, да, цифровой форум прошел. Итоги квартала, каждый квартал у нас проходит. И встречи с элитной командой и лигой предпринимателей, такие, как и сейчас у нас, да, встреча проходит с вами. Вот, также были реализованы оффлайн-мероприятия, мощные, непридуманные истории. Они были в позапрошлом году и в прошлом году. И бизнес-встречи, да, в этом году у нас тоже планируется в Москве. Обязательно посетите это мероприятие накануне ассамблеи. Далее. Это то, что было реализовано благодаря сессии 2018 года. Какие же предложения были внесены на этой сессии? На этой сессии были внесены предложения. Самое главное, что некоторые из них, вот, например, здоровье, оно уже принято в реализацию, оно разрабатывается. Но в полной мере оно будет запущено осенью, потому что нас ждет много новинок в этом направлении. Компания взяла как раз очень мощное такое направление именно на здоровье, да. И для того, чтобы мы могли хорошо разбираться, как же нам подобрать, потому что сейчас у нас все происходит хаотично. Мы сами составляем свои программы, да, то есть кто-то берет на себя ответственность, да. А направление здоровья сейчас очень мощно развивается, и оно нам поможет привлечь новых консультантов, которые именно за здоровый образ жизни. Вот. Так что же будет реализовано? В этом направлении. А в этом направлении есть предложение создать систему информирования. Будет, скажем так, такое предложение создать мобильное приложение Faberlic Live, где человек сможет заходить и подбирать сам себе программу. То есть нам будут предложены программы для того, чтобы мы уже имели готовую программу и могли выбрать для себя нужную. Вот это очень важно. Вот в этом направлении специалисты работают. Уже все это разрабатывается, да. Также будут обучения и поддержки от экспертов и специалистов в области здоровья. Поэтому компания Faberlic не только нас одевает красиво, да, помогает нам выглядеть молодо, но теперь мы еще будем изнутри себя оздоравливать. Также предлагается, предлагались разработки комплексной программы для новых консультантов, для новых консультантов в стартовой программе и для консультантов, которые выполняют 50 баллов. Так что осенью ждите. Я очень буду ждать, потому что это направление как раз здоровья. Мне всегда было интересно. Я думаю, что не я одна будет ждать с нетерпением это приложение или гиды, да, по крайней мере по здоровью. И следующее, что разрабатывалось, это Faberlic Messenger. Очень удобная площадка для работы. Это приложение будет для консультанта. О, компания все за нас делает, да, да, да. Нам остается только грамотно это все преподнести и работать с этим. И помнить, что вот у нас есть такие замечательные помощники в работе. А что подразумевает этот Faberlic Messenger? Во-первых, будет прям у вас связка с партнером, где у вас будут, как сказать, выгружаться вся информация. То есть и новички, и те, кто уже клиенты. То есть будет, ну, такая сеть внутренняя, да, Faberlic. Дальше, самое интересное, что планируется в этом мессенджере, а самое, как бы на стратегической сессии были уже разработчики этого мессенджера. Это не просто предложение, он уже именно разрабатывается. Будет такая вещь, что будет связка со всеми мессенджерами. И в том мессенджере, в котором человек будет находиться наиболее чаще, то есть вы делаете рассылку со своего мессенджера Faberlic, и автоматически все расходится по всем мессенджерам. Представляете, как это облегчит нашу работу. Нам не нужно будет выгружать отчеты, их как-то группировать между собой, то, что мы делаем сейчас. Вот, а именно все будет привязано в один мессенджер. И сейчас я вам следующим слайдом покажу, что какая сегментация там планируется. То есть вы все-все свои коммуникации будете делать в одном мессенджере. И общаться со своими консультантами, и будете как раз, вот, база потребителей можете туда загрузить, и дни рождения будут видны. И вот такая вот сегментация будет, предполагается в этом мессенджере. Поэтому это будет шикарнейший нам помощник. Я прям вот жду тоже его с нетерпением. Что же еще разрабатывалось? Как Светлана сказала, да, Faberlic Club уже просматривался для сделать его более интересным, стабильным, чтобы там были загружены продукты, и люди знали, на что они копят уже точно, что этот продукт будет. Рассматривалась стартовая программа, но здесь я вам сейчас как бы не буду говорить никаких моментов, потому что все, конечно, нужно анализировать, все передано руководству, но это все принималось к сведению. Дальше VIP-программа новая рассматривалась, да, потому что от бриллиантовых VIP-випов у нас уже очень много. Предлагались поддерживающие ролики, но они у нас уже есть, и будут выпускаться новые. И что еще важно, на стратегической сессии было разработано масштабирование методов работы с акцией на рекрутинг 1000 рублей новым консультантам. Это очень мощная помощь нашим рекрутерам, новым рекрутерам, да, то есть сейчас по этой акции можно очень хорошо начать стартануть в бизнесе. И об этой масштабировании методов вам расскажет Моисеева Раиса, я передаю ей слово, золотой директор региональной лиги Белгородской области. Она была непосредственно на сессии, и лучше всего она сможет рассказать, какое же нас обучение ждет по этой программе. Ну что же, с вами я прощаюсь. Раиса, передаю вам слово. До новых встреч! До новых встреч! Добрый вечер, коллеги! Как меня слышно? Поставьте в чате, пожалуйста, циферки от 1 до 10. Спасибо огромное! Благодарю Александру и Светлану своих предыдущих спикеров за прекрасные новости. Хотела бы до вас донести саму атмосферу стратегической сессии, потому что действительно я не посчастливилась на ней бывать на этой сессии. И хочу вам сказать, что на каждой стратегической сессии у нас всегда решается очень много важных вопросов, потому что мы всегда отставим интересы ваши, интересы консультантов и свои интересы, и у нас, в общем-то, бывают, ну, бывают всякие вопросы и всякая атмосфера. Хочу сказать, что эта стратегическая сессия была, наверное, самая по духу позитивная, самая результативная. И хочу сказать, что с нами, конечно, работал президент нашей компании, Алексей Геннадьевич Нечаев. Он очень был в хорошей форме, он был очень остроумен, и, честно говоря, я бы сказала, что он был в ударе, я его, честно говоря, такого никогда не видела. Поэтому, дорогие коллеги, это говорит о том, что мы с вами, что все у нас хорошо, во-первых, в компании, что мы с вами находимся в правильном месте, что мы с вами движемся в правильном настроении, и что греха таить, были всякие настроения. После того, как была введена программа лояльности кэшбэк, писали много писем, и я, как представитель региональной юги, получала эти письма, которые доводила дальше до руководства. Все боялись о завтрашнем дне, боялись, как же они будут гасить кредиты и так далее и тому подобное. Поэтому, знаете, вот я думаю, что только, наверное, сильный может признать какие-то свои ошибки, свои недочеты, и только сильный человек может прислушаться к нам. То есть вы работаете в той компании, где вас слышат, где к вам прислушаются, где о вас заботятся, где вас любят, с чем я вас и поздравляю. Ну, вот такое лирическое отступление небольшое. И хочу также сказать, что, конечно, главное, зачем мы пришли на эту сессию, и запрос от президента компании был в том, как эффективнее использовать акцию тысячи рублей. Ну, наверное, вы понимаете, что это очень дорогостоящая акция, и компания вложила огромное количество денег. Также вы знаете, что эта акция очень и очень сработала хорошо. Но, поэтому мы продлеваем ее на седьмое, восьмое и девятое периоды. Но, наверное, все-таки не совсем она хорошо сработала, если президент поставил этот вопрос как главный на стратегической сессии. И хочу сказать, что уже к третьему дню, наверное, да, к третьему дню мы уже были бледные, потому что работали очень в таком режиме, очень таком, ну, интенсивно, скажем так, интенсивно мы работали. Ну, и так как я хочу, чтобы вы там, конечно, не были, а нас уже 280 человек на вебинаре, я хочу вам рассказать немножечко, чтобы вы могли даже представить, что там происходило. У нас там была, как Наталья сказала, вся элитная команда, там были представители российской лиги, региональной лиги, то есть там было около 200 человек. И нас разделили буквально на три группы. И, ну, попросили нас, чтобы мы встали на место 3-6 процентников, 9-15 процентников, или 15-23 процентников, и представили, вот что мы, допустим, мы там элитные, там национальные, золотые директора, а вот мы находимся на таком на уровне, на вашем, ну, я бы сказала, на самом трудном, правильно? Потому что, естественно, мы знаем, что самое сложное лежит на плечах ваших, потому что вот на пункте выдачи вы встречаетесь и с теми, кто и оффлайн зарегистрировался, и онлайн, и вы встречаете людей с их проблемами, чаяниями, и поэтому компания, видите, она слышит это, она знает, и вот как раз 1 процент был добавлен на ПВ, для того, чтобы именно поддержать в этот летний период пункты выдачи и их держателей, ну, для того, чтобы как-то, ну, помочь, и я думаю, что это здорово, что компания вот пошла на это 1 процент, это тоже очень большие вложения будут от компании. И когда мы начали работать, эти три группы, они еще были подразделены на три подгруппы, вот, где этот вопрос хотелось бы посмотреть с точки зрения новичка, который только что зарегистрировался, и человека, который там делает уже 50 баллов, и дальше, который уже включается в маркетинг план. в результате мы писали, все писали, 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 сделали презентации, и когда эти презентации мы уже посмотрели и увидели, что абсолютно все написали, абсолютно все одинаковое. И вы знаете, и мы зашли в тупик, думаем, боже мой, ну, это не то, наверное, что ждет от нас президент компании. В результате мы решили, что мы будем разрабатывать то, что вы, дорогие наши, ждете от нас. То есть нужно нам разработать такой продукт, который бы мы могли взять, такой инструмент, и сразу же использовать его в своих структурах. И в результате следующий день, вы знаете, вот такое бывает, вы участвовали, например, в соревнованиях, когда, например, бежишь, бежишь на лыжах 10 километров, да, так тяжело, так тяжело, и потом бах, у тебя появляется второе дыхание. Вот такое озарение у нас и произошло на второй день, когда мы работали над акцией 1000 рублей. В результате у нас образовалось три такие группы, опять же, и мы решили, что нам нужно обязательно разработать вебинары для разных целевых аудиторий, нам нужно разработать продуктовые марафоны, и нам нужно разработать марафоны по рекрутингу. Ну, естественно, скажите, пожалуйста, меня вообще слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. ага, спасибо, а то я смотрю, вижу, что только отдельное спасибо за процент. Да, и в результате мы разработали вот такие три огромных блока, причем разработали их не просто так, а очень и очень детально, о чем я чуть позже скажу вам. на слайде вы видите, что продлевается на 7, 8, 9 период акция 1000 рублей. Ура! Скажите, вам нравится, что она продлевается на 7, 8, 9 период? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Отлично. Да, скажите, пожалуйста, а как вы, напишите, пожалуйста, а как вы используете в своих структурах вот эту акцию 1000 рублей? Что вы делаете для этого? Можете написать. мне хотелось бы очень услышать это. Так. Ну, а что конкретно? Так, Светлана пишет, посты в соцсетях рекрутирую, посты рекрутинг. Так. Ну, да, конечно, мы все обязательно что-то делаем, да, и особенно лидеры, да, мы это, конечно, используем, но вы понимаете, что результат будет только тогда, когда не только мы это будем делать, как лидеры, да, а когда обязательно у нас будет дублицирование, да, обязательно не только мы это будем делать, но и шестипроцентники, и трехпроцентники, а еще бы лучше, конечно бы, если бы наши новички, которые к нам пришли, они также бы занимались рекрутингом, потому что рекрутинг это наше все, это правда, это нет денег, рекрутируй, в общем, на все вопросы рекрутинг это наше все, я даже не буду об этом говорить, это всем известно, и мы на каждом вебинаре об этом говорим. Да, дублицирования нам явно не хватает. Итак, ну, это уже нам, по-моему, говорила Света, что 26% в личном объеме баллов в прошлом периоде будет и 20% при личном объеме меньше 50 баллов в прошлом периоде. И то, что при заказе на 2 500 мы получим подарок в следующем периоде, и то, что 1000 рублей используется при заказе от 2000. Ну, здесь никаких новостей нет, в общем-то, все, все это нам понятно, единственное, вот добавляется подарок, вы знаете, стиральный порошок, правда, он в каталоге так мелко нарисован, что даже некоторые директора не видели, но он там нарисован, стиральный порошок, бонус маленький такой, синенький, в каталоге номер 6, вы обратите, пожалуйста, внимание, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, Екатерина пишет, что у людей нет денег и рекрутинг очень тяжелый. Ну, позвольте мне с вами согласиться, потому что, если 50% платит компания за то, что у вас в заказе, и если взять потом и поделить это, то продукция получается не только такая, как в магазине, а мне кажется, раза в три, раза в три дешевле, а если сравнить еще и качество, может, не самое приятное, конечно, сравнивать с продукцией в магазине, от порошка, если зайдешь, можно там сразу упасть, конечно же, и не сравнить с нашим, но, тем не менее, наша качественная продукция и ценовая политика нашей компании очень конкурентно способны на рынке, акция тысячи рублей это просто бомба, и если мы не сможем с вами с такой прекрасной акцией рекрутировать, извините меня, тогда чего можно говорить, потому что эта акция будет всего только до девятого периода, то есть она захватит у нас даже и май, понимаете, у людей всегда нет денег, а директора прибавляются от периода к периоду, да, совершенно согласна, мы всегда говорим, что или в нашей области нет денег, или там а вот в той области денег полно, у всех одно и то же, в одном регионе лидеры растут, действительно, директоры растут в одном регионе, а в некоторых регионах ничего не происходит, никакого роста, у всех все одинаково, действительно, мы продолжаем работать, и если мы будем работать качественно, то и у нас деньги прибавятся, и у наших консультантов, и у наших директоров тоже деньги прибавятся, поэтому я с вами совершенно не согласна, главное, как воспользоваться этим инструментом, так, смотрим следующий слайд, итак, 1000 рублей в подарок продлевается до 9 периода, и нам, и нами была разработана, не побоюсь этого слова, эффективное обучение по работе с данной акцией, инструменты получите вы обязательно, и уже начиная с 1 апреля, то есть, понимаете, мы разработали это, у нас сессия закончилась 25 марта, а уже 1 апреля, мы будем эти инструменты давать в сеть, только, пожалуйста, нужно их брать, прорабатывать, использовать, находить для себя, которые понравятся, и выбрать, стать гением одного метода, да, и получить результат, а самое главное, что действительно, к нам много приходит новичков, они делают с удовольствием заказы, я не соглашусь с коллегами, которые говорят, что нет денег, новички приходят к нам пачками, и с удовольствием делают заказы, но самое главное, что нужно, нужно удержать этих новичков, и нужно, чтобы эти новички потом стали нашими партнерами, чтобы новички эти обязательно проявляли повторную активность, и чтобы новички эти способствовали росту наших объемов, и развитию наших структур, самое главное, я согласна с Аллой Николаевной, что главная проблема в удержании, ну, в общем, давайте слово проблема не говорить, а у нас нет проблем никаких, мы будем только расти, мы будем только развиваться, итак, вернемся вот к такой прекрасной схеме, кто знает, что это такое? Напишите, пожалуйста, в чате, дорогие наши лидеры, что это за такая прекрасная схемка, идеальная картинка, которой мы должны с вами стремиться, директор за 6 каталогов, классно, быстрый старт, ну, в общем, у всех свое видение, да? Так, ну да, вы прекрасно видите, нам эту табличку, подготовила Эсли из Махачкалы, она показала, как можно при приросте 5 новичков, которые будут делать заказ приблизительно 15 баллов, как можно вырасти, в эту табличку можете сфотографировать план развития, план работы, я согласна, 5 плюс 5, да, у нас есть маршрутная карта, О, правильно, замечательные слова, мы знаем, что у нас всякие схемы есть, но вот эту табличку можно взять на вооружение, ну, и я что хочу сказать, нужно смотреть высоко, да, нужно смотреть на звезды, и тогда, может быть, вот эти, предполагая, минимальные 10%, которые 113 тысяч 850 рублей, мы точно так же с вами можем заработать, наши новички, скажите, пожалуйста, нужно эту табличку расшифровывать, напишите, пожалуйста, в чате, если нужно, я готова, если все понятно, ну, кто-то пишет, да, Елена пишет, кто-то пишет, нет, не надо, ну, я хочу, чтобы побольше было, так сказать, разных мнений, чтобы смотреть, устал народ, потому что уже вебинар идет больше часа, или все-таки расшифровать, ну, в основном понятно, ну, Светлана Куликова-Брянск, вы уже давно работаете, я думаю, что вы все прекрасно знаете, вот смотрите, если в каталог 5-й пришел, вы пригласили 5 новичков, да, то вас с этим новичком, вот вы новичок, вы пригласили 5 новичков, стало 6, да, 6 умножить на 15, это сколько будет баллов? 90, хорошо, следующий каталог, 6 человек, каждый из 6-ти пригласит тоже 5 человек, понятно? и, конечно же, вот те 6, вы один из них, да, вы уже сделаете, конечно же, коллеги, у нас маленькая техническая заминка, видимо, эмоции, интернет не выдержал наших эмоций, и той информации, которую у нас есть, меня слышно нормально, да, еще не вся информация, есть звук, очень хорошо, сейчас Раиса перезагружает компьютер, и мы надеемся, что она подключится к нам, вот, ну, пока техническая заминка, я сейчас немножко еще говорю, да, вот то, о чем Раиса сейчас нам рассказывала, да, это очень, скажем так, похожая схема, на которую мы раньше с вами ориентировались, помните? Это, насколько я помню, вообще уроки на салфетках, да, когда мы брали схему там, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 20, 20, 20, и дальше, соответственно, мы уже включаем амбиции, и смотрим, кто куда идет, и кто как хочет, идея этого расчета, и в принципе вот этой таблицы, в том, что мы можем рассмотреть акцию с 1000 рублями, как метод работы, да, потому что на протяжении долгого времени мы с вами говорили о том, что нам нужно бизнес-предложение для нашего человека, да, как же нам его замотивировать, чтобы он выстраивал команду и структуру, у нас маркетинг-план для вот этих низкобальных, до директора, да, он, ну, не настолько там блещет оплатой, не настолько там большие проценты и так далее, и так далее, а хочется, чтобы были какие-то очень большие суммы на этих ступенях, да, чтобы человек рос моментально на этих ступенях, чтобы мы могли его мотивировать, да, и был такой вопрос, ну, вот акция 1000 рублей, но это же акция не для меня, как для лидера, это же акция для новичка, я-то как лидер с этой акцией ничего не получаю, и вот эта вот табличка, это как раз ответ на вот этот вот вопрос, что на самом деле это акция, если на нее посмотреть другими глазами, не глазами новичка, которые получают 50% от стоимости своего заказа в оплату, да, а глазами лидера, который берет ее как инструмент для того, чтобы дальше работать и дальше продвигать в своей структуре, она очень четко ложится как бизнес-инструмент и как бизнес-предложение, потому что сейчас, когда мы с вами понимаем, что эта акция у нас работает не один каталог, не два каталога, а четко мы видим, что она у нас продлена до девятого каталога включительно, мы можем с вами выстроить схему работы, мы можем с вами сформулировать вот это бизнес-предложение и сделать аналогичный расчет, потому что вы видите на слайде, на любое количество новичков, которые могут прийти в вашу группу для вашего лидера, да, то есть это может быть и расчет на три человека, и расчет на десять человек, с погрешностью той, что это может быть, допустим, ну не каждый из них приведет по пять человек, да, может кто-то привезти по три человека или по два человека, смысл не в этом, смысл в том, что это действительно система работы, потому что если посмотреть итоговую точку, да, расписана она с пятого по девятый каталог, соответственно, мы видим какие обороты структуры, да, что этот человек уже выходит совсем на другой процент, да, и он в принципе, благодаря вот такой схематике работы, когда каждый из членов команды приглашает всего по пять новичков, да, он выходит на уровень директорский. Коллеги, прошу прощения, произошел какой-то сбой, скажите, пожалуйста, сейчас меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Ой, спасибо, спасибо, спасибо огромное. Вот, коллеги, а теперь самое главное, то, что мы с вами сделали, что мы сделали на стратегической сессии. Обратите внимание, может, я прошу прощения, может, я был немножко тоннеровоучительный, но действительно хочется, чтобы эти тысячи рублей, которые платит компания, не пропали, не пропали, и чтобы мы поняли очень важность этой акции, и чтобы мы все силы сделали. Мы же сами умные, мы же все знаем, понимаете? Вспомните, как мы росли, как мы работали там с утра до ночи, ну, не знаю, поскольку часов, наверное, круглосуточно. Если мы снова вот так начнем работать, то, конечно, у нас появится и результат. Я говорю это не только для вас, нет, я говорю это и самой себе. И вот что же мы сделали на стратегической сессии, как лидеры. Уже запускаются прямые эфиры от компаний. Причем прямые эфиры будут и для лидеров от 19 до 23 процентов, и от 9 до 15, и от 3 до 6 процентов по маркетинг-плану. Причем спикеры прямых эфиров будут, ну, не знаю, ну, самые-самые-самые, это цвет нашей компании. А от нашего региона спикер прямого эфира будет Боркова Дарья. Даша, удачи тебе, будем поддерживать тебя. Ну, и многие-многие другие люди, которых вы знаете, и это будет и Белозор Галина, и Конан Ивана, которую вы часто там, я знаю, слушаете и смотрите в прямом эфире. Их будет почти 30 человек. Поэтому, конечно, грех не воспользоваться этим прямым эфиром. И вот эти крупицы, вот эти наработки, которые мы все сделали, взять себя на вооружение и впитывать, впитывать их в себя. Кроме этого, кроме этого, еще также будут у нас марафоны от компании. Марафоны будут по рекрутингу безденежных Алина, это уральский регион, 7 дней роста, она назвала так, марафоны по рекрутингу. И там буквально, понимаете, расписаны абсолютно все инструменты. И будут задействованы все официальные каналы компании. Это и Инстаграм, и ВКонтакте, и ТВ Фаберлик. И также будут промоушены, посты с заданиями. И каждый день будет абсолютно расписан. И все будет, и копилка инструментов, и формирование личных брендов-лидеров, и чаты будут включены в этот марафон. И в общем, там абсолютно, абсолютно все расписано вплоть до постов. Как говорить, как сказать, что вложить в этот разговор. Вплоть до того, что сделайте рассылку 20 своим знакомым с предложением об акции 1000 рублей в подарок. Пропишите свой цельный марафон, скрипты и сообщения. Зайдите к своей соседке, там возьмите такие пробники, сделайте то-то, то-то. Сделайте рассылку 20 знакомым с предложением об акции. Ну, то есть, там только бери эти инструменты и выполняй. То есть, здесь уже даже не нужно что-то придумывать. Понимаете? Нужно только работать. Ну, помните, вот у нас часто бывает написано «Желай». Буква «Ж» записана и справлена на «Д». Делай. Вот это, что касается марафона по рекрутингу «Семь дней роста». Кроме этого, продуктовый марафон, за который отвечает Брагунова Светлана, это лидер Кавказа. И то же самое, абсолютно все расписано. И подготовительная работа, и скрип приглашения на марафон, и расписание на каждый день, и как работать в чате, и что презентовать, и как презентовать. То есть, абсолютно, вплоть до того, что они пишут даже текст, как рассказать, например, о таком-то продукте. То есть, тоже готовый инструмент, продуктовый марафон. Вот, я сейчас хочу сказать, что это начнется у нас с первого апреля, да? И по рекрутингу начнется с седьмого апреля и будет семь дней. То есть, получается, весь апрель мы с вами будем творчески работать на результат. На результат тысячи рублей. пригласи новичка и поповлеки его так в бизнес. Закрути его так в воронку, чтобы он в будущем стал нашим бизнес-партнером. Обратите внимание на этот слайд. 1, 3, 5 апреля в 12.00. Запомните это или сфотографируйте. По московскому времени, а я бы сказала, лучшие лидеры Фаберлик ждут вас в прямом эфире на канале ТВ Фаберлик. 1 апреля Наталья Жук, национальный директор. Она будет говорить как работать с акцией тысяч рублей в подарок при регистрации для лидеров 19 и 23%. 3 апреля Оксана Богданович, рубиновый директор. И Наталья Жук и Оксана Богданович это лидеры Беларуси. Видите, как в Беларуси работают. Они молодцы, хорошо. Батька их, наверное, у них дисциплина гораздо лучше, чем у нас в России, честно говоря. И 5 апреля Светлана Мельникова, золотой директор, будет говорить о том в прямом эфире, как с акцией тысячи рублей в подарок при регистрации пользоваться для консультантов 3-6%. Нравятся вам эти новости, дорогие друзья? Да, мне кажется, супер, я согласна, что это супер, потому что именно взяли на стратегической сессии и разработали уже готовые продукты. Понимаете, уже готовые продукты, причем мы потом на второй день взяли и разделились на небольшие группки, и каждая группа, там, 3-5 человек вот это все разрабатывало. И план роста, как расти, и инструменты для информирования команды, и разрабатывали тесты, и разрабатывали продуктовые корзины, и разрабатывали чек-листы, и разрабатывали скрипты, и презентации, и индивидуальные программы, потому что, понимаете, там же были и те лидеры, которые работают онлайн, которые работают в интернете, и согласитесь, у них совершенно другие инструменты, и были лидеры, которые работают на земле, или оффлайн, и, конечно, нам хотелось разработать такие инструменты, которые могли бы использовать, ну, абсолютно все, и онлайнщики, и оффлайнщики. Мы даже там разрабатывали тест выбора продукта, составляли технологию индивидуальных программ, по ходу за кожей, продажа комплекта декоративной косметики, продажа комплекса для решения задач по здоровью, мастер-классы разрабатывали по уходу за кожей, от А до Я, уроки по продукции, я буквально сейчас листаю и говорю вам это, потому что все это уже разработано, и продуктовые корзинки, и все остальное. Лично я работала в группе, которая разрабатывала тесты для новичков, которые придут ну вот к нам бизнес. Да, супер, 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 то есть мы работаем по-новому, мы работаем по-современному, мы работаем на результат, мы помогаем нашей любимой компании, прежде всего мы помогаем себе и помогаем своим лидерам, которые, которых мы пригласили в бизнес, из-за которых, конечно же, мы несем в ответе. Знаете, как в известной сказке, да, я приручила их, поэтому, конечно же, эти люди должны хорошо поработать, чувствовать свою ответственность и, естественно, работать на результат. Все подарки получать очень любят, а деньги получать любят даже больше, чем подарки, поэтому в руках у нас мощнейший инструмент, которым мы, конечно же, с вами хорошо воспользуемся. А итоги, естественно, мы подведем уже тогда, когда закончится девятый период. Дорогие друзья, значит, спасибо. На этом по акции 1000 рублей и все, но я хочу призвать вас к тому, что вы знаете, что впереди у нас региональная конференция, и вы видите на слайде место проведения и дату проведения. И, естественно, на региональных конференциях как можно больше людей привозить, потому что мы знаем, что все мы растем именно на событиях. И региональные конференции достойные события, и у нас их очень много, посмотрите, в центральном регионе. Вы помните прекрасная региональная конференция, которая проходила в Туле, да, она прошла на высочайшем уровне. Наталье Мартинской и всем лидерам Тулы за такой прекрасный праздник. Но сейчас у нас будет больше охват, и я думаю, что эти конференции все пройдут на очень достойном уровне. поэтому наша с вами задача как можно больше лидеров привести туда, чтобы они как они загорелись, чтобы они захотели, чтобы они увидели, чтобы они увидели результат, и естественно, чтобы они разработали свою личную маршрутную карту, чтобы они поставили цели и достойно шли к достижению этих целей. Благодарю вас, напоминаю вам, что вкладка вопроса продолжает действовать, и если вы не успели записать вопросы, прошу записать их сейчас, и на них с удовольствием ответит Наталья Мартинская. Приносим извинения за то, что время вебинара несколько затянулось, все спикеры нарушили регламент. Спасибо вам огромное, что вы нас выдержали, выслушали, и сейчас слово нашему любимому директору региона Наталье Мартинской. Спасибо огромное. Раиса, спасибо огромное. Я благодарю всех наших спикеров, благодарю Александру, благодарю Светлану. У нас была действительно очень объемная информация сегодня, очень много чего успели донести, и мой блок вопросов, сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Я, кстати, в блок вопросов, если вы нажмете эту вкладочку, вы увидите там очень интересные вещи, я туда сбросила ссылки на официальный канал Фаберлик ТВ, потому что по нему у нас сегодня здесь были вопросы, а в чате он будет постоянно убегать, поэтому я написала во вкладку вопросы эту ссылку. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что очень много роликов, информации, которые там есть, это, ну, на наш кладезь, это основа основ, это официальная площадка компании нашей, цифровая, поэтому берите себе на вооружение, через эту площадку у нас проходят все прямые эфиры, и, кстати, записи обучения цифрового там же есть, поэтому смотрите, подключайтесь, используйте. Также я выложила ссылку на канал Фаберлик нашего региона, для того, чтобы вы могли тоже быть всегда на связи, он создан в канале Telegram, вернее, этот канал в мессенджере Telegram, поэтому обязательно устанавливайте, если вы там еще не подключены, те видеоролики, которые мы показывали здесь, и вот сегодня я выложила видео со стратегической сессии, это видео выступления Андрея Бурматикова, где он рассказывает про вот это великолепие, про коллекцию Кутюр, про идею создания этой коллекции и цель создания этой коллекции, там очень объемное видео, оно идет 24 минуты, у нас было желание, конечно, показать его в эфире, но это невозможно, потому что оно длительное, его надо слушать, вы же знаете, Андрей, он не говорит, он поет всегда, вот поэтому также на канале нашем Фаберлик центрального региона в Telegram это выложено видео, поэтому можете посмотреть, и ссылку на фотобанк, да, то есть тоже были вопросы по фотобанку, пожалуйста, тоже берите себе, скачивайте, там очень-очень много чего интересного уже есть. Так, отвечаю на вопросы, будет ли меняться артикул товара при изменении логотипа? Ну, логично нет, потому что товар не меняется, меняется только немножко дизайн упаковки, но точно об этом мы с вами узнаем в тот момент, когда у нас будут уже запускаться продукты с новым логотипом, как вы понимаете, это процесс длительный, потому что мы с вами производим колоссальное количество продукции с точки зрения самих СКЮ и с точки зрения в принципе количества этого товара, да, поэтому это, естественно, будет долго, если будут какие-то изменения, естественно, мы будем об этом сообщать. Так, будет ли запись сегодняшнего бинара? Будет, конечно, потому что это важно, и ссылку на запись мы также отправим в наш канал Фаберлик Центр на канале Телеграм. Так, большая просьба выпускать солнцезащитную линейку как можно раньше, со 2-го, 3-го каталога, а не 6-го, как сейчас. Клиенты давно спрашивают, получают отказ, идут в магазин. Не напринято, знаю, есть такое уже, ну, как сказать, такое мнение, да, мы уже его доносили до наших партнеров, коллег, но я думаю, что это было связано с тем, что мы немножко меняли новую серию лета, вы ее уже видели, она такая полосатая и очень яркая, очень красивая, вот, видимо, это было связано именно с этим, с обновлением вот этого ассортимента, но ваши пожелания мы обязательно учтем. Так, будут ли в программе Фаберлик Клуб еще аппараты Денос? Не могу сейчас ответить вам на этот вопрос однозначно, да или нет, я могу сказать точно, что по итогу стратегической сессии все вот эти пожелания, которые были высказаны лидерским составом в отношении каталога, они приняты, да, потому что, чтобы вы просто понимали, любое обновление каталогов Фаберлик Клуб, это, ну, очень серьезная работа планового отдела, в том числе, потому что мы должны понимать, что этот товар у нас должен быть в должном количестве во всех РРЦ, которые есть по стране, да, это вот такой нюанс, да, когда мы с вами говорим о том, что есть наличие в Москве, это не значит, что есть наличие на Дальнем Востоке, например, или в Сибири, да, поэтому здесь расчет вот этот, у нас очень многие подразделения подвязаны, но самое главное, чтобы вы понимали все вот эти вот пожелания по ассортиментному ряду, которые вы хотите видеть в каталоге Фаберлик Клуб, они донесены до руководства, и сейчас компания все это дело просматривает для того, чтобы понимать, каким образом мы можем этот каталог обновлять, как мы можем делать Фаберлик Клуб еще более интересным, потому что сейчас для нас это будет, ну вот, в ближайшие, да, периоды, месяцы, начиная особенно с 7-го периода, это будет основная программа именно для повторной активности наших консультантов. Так, неудачно выбрано время для обучения в 12 часов, особенно в дни поставки, если будут записи, то ок, но сейчас у нас с вами немножко не 12 уже часов, да, в отношении итоговых вебинаров я вам раскрою секрет, Инна, дело в том, что у нас поставки каждый день в регионе идут, и у нас нету дня, когда поставок бы не было, да, вечернее время делать итоговые вебинары достаточно сложно, мы это опробировали уже этот момент один раз, но так как у нас очень большая часть наших консультантов, которые, например, даже не консультантов, а лидеров, да, которые, например, выезжают из своих офисов, и иногда офисы у них находятся не рядом с домом, да, они в этот момент находятся в дороге, потом у нас есть у всех семья, дети и так далее, поэтому хочется все-таки это делать в дневное время, для того, чтобы вы это могли делать из офиса и подключались к этому эфиру из офиса, да, а то, что касается поставки, ну, солидарно с вами, но, к сожалению, это, или к счастью, к счастью, что поставки есть, да, наверное, даже так я отвечу на этот вопрос, вот, так, прямые эфиры с лидерами акции 1000 рублей в подарок при регистрации, будут ли в записях эти вебинары, посмотрите, пока не могу ответить однозначно, я думаю, что будут, потому что мы понимаем, что подключение, опять же, с точки зрения времени, да, время это было бы выбрано в отношении вот этих прямых эфиров про 1000 рублей, не случайно, мы брали оптимальное время, с учетом того, что люди находятся у нас в разных часовых поясах, поясах, вот, правильное слово, да, и не все находятся в Москве, да, у кого-то ночь, да, и так далее, поэтому выбрано было вот такое вот универсальное время, когда хотя бы где-то не совсем ночь, да, поэтому будут, скорее всего, для того, чтобы вы могли не просмотреть не один раз, а возвращаться к этим вебинарам, эфирам, могли дальше анонсировать своим людям в структурах, да, и мы максимально, полно охватили всех наших коллег, так, будет ли в записях, так, вот, ответила на этот вопрос вам, так, все, вопросов больше нет, а вопросов больше нет, видите, как у нас здорово, так, сейчас посмотрю, что у нас в чате, будет ли хватать одежды, всегда в наличии в Казахстане, к сожалению, по наличию в Казахстане не могу вам сказать, могу сказать только про центральную часть России, да, это нужно запрашивать уже у наших коллег, потому что это немножко другой распределительный центр, в принципе, то, что касается наличия продукции, у нас есть для этого сервис обратной связи, и вы всегда можете уточнить, когда будет то или иное пополнение товара, кстати, могу сказать, что те из вас, кто подписаны на канал в Казахстане, вы регулярно получаете там файлик Excel, в котором написано ожидаемое поступление на РРЦ, да, и, соответственно, вы можете посмотреть, какие продукты, в какой период мы ожидаем в поставку, обновляем мы, как правило, эту информацию, ну, где-то раз в две недели, у нас точно есть такая информация по пополнению наших складов, так, какие у нас еще есть вопросы, так, ну, здесь у нас все очень, Фотобанк в чате Телеграм, сказала, да, заходите во вкладку вопросы, пожалуйста, у вас есть там все вот эти ссылочки, можете скопировать, да, на ссылку на канал Фоберлик ТВ, на наш центральный регион и, соответственно, на Фотобанк. Тогда в этом случае, коллеги, я прощаюсь, прощаюсь с вами, желаю вам хорошей, доброй ночи, особенно у кого уже она наступила, вот, однозначно у нас впереди еще будет не один вот этот эфир, да, потому что у нас будут еще и технические различные нюансы в отношении настройки на скидку 20-26%, которые мы дополнительно уже вам анонсируем чуть позже, да, то есть будут, естественно, все расшифровки и так далее, мы обязательно будем делать такую объемную коммуникацию на сайте и через все наши чаты, да, здесь была задача вот собрать максимальное количество сейчас вас, для того, чтобы вы уже дальше транслировали все эти новые новости вашим консультантам в структурах. Все, всем хорошего вечера, хорошего периода и спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok